Всем доброе утро! Сегодня у меня появилась возможность показать, как выглядит традиционный итальянский дворик и домики в центре Парма. Я никогда не была. Сейчас я рада, что я могу это видеть, потому что здесь очень уютно, очень красиво. И давайте посмотрим, как же живут итальянцы. Все старинное. На ночь, кстати, ворота запираются. Там наши партики. Везде старенькие. Там какой-то старинный сундук. Тут, понятно, Дева Мария, естественно. Там какие-то лепенины на потолке. Не знаю, видно, нет? Резные тапки. Очень приятно, на самом деле, с утра выйти во дворик в тишине. Просто разительно отличается это место, естественно, от московских наших дворов. Выйти здесь, посидеть, попить кофейку, послушать тишину, подумать, собственно, чем я сейчас буду заниматься. Надеюсь, нас ждет еще один интересный день здесь. У меня появилось свободное время до ланча, поэтому я отправилась погулять, как настоящая итальянка, сама взяла карту. Но читать я ее не умею, поэтому, надеюсь, сильно не заблужусь. Прекрасное миротерянное утро. Все только просыпаются. Слышите, у нас тут органная музыка. Идем гулять, смотреть дальше парню. Посмотрите, какая красота. Просто здесь нереальное волшебство. Я обожаю европейскую архитектуру. Это прекрасно. На самом деле, Парма по архитектуре очень похожа на еще один итальянский город Болония. Города расположились в самой большой равнине Италии, в Паданской равнине, в округе Эмилия Романья. Соответственно, центром является Болония. Болонию я уже показывала, надеюсь, еще раз посмотрим. Ну и, соответственно, Парма чем похожа? Тем, что здесь тоже очень много зданий из красного, рыжего кирпича. Поэтому стиль городов примерно один. И он мне очень нравится. Здесь люди с утра гуляют, ребят, спокойно, напевают, вообще, нет никакого метро, никто никого не толкает. Ходят, поют, выгуливают собак, общаются. Прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Не могу перестать наслаждаться этим прекрасным видом, этими цветными домиками. Я не знаю, здесь какой-то амстердамский стиль. Не ожидала такого увидеть, посмотрите. Солнышко вообще. Невозможно отсюда уйти. Здесь такие сочные цвета, прекрасная погода. Кстати, здесь тоже я опять столкнулась с моей любимой особенностью. Это то, что они очень любят говорить с прохожими между собой, что-то там улыбаться. И причем делают они это на итальянском. То есть, учитывая то, что я здесь явно выгляжу как туристка с фотографией, с картой и со светлыми белыми волосами, они все равно пытаются со мной пообщаться на итальянском. И это, конечно, круто, очень атмосферно и аутентично. Как и сам город. Я в восторге. На самом деле, есть еще одна тема, которая не может не подниматься в Парме. Это, конечно же, тема прошута или пармской ветчины. Почему ее так назвали? Что это такое? В чем ее особенности? Давайте попробуем разобраться. Итак, пармская эта ветчина называется, потому что именно здесь, в Парме, находится крупнейшее в Италии производство сыровяленой ветчины. Соответственно, она и пармская. Отличает ее от других ветчин то, что здесь вывели специально три породы свиней, которые подходят для производства. И также у них свой специальный корм. То есть, они сидят на особой диете, их кормят кукурузой, фруктами и молочными добавками. К отбору этих свинок тоже очень строго подходит. Их проверяют, ставят специальные штампики. Так, каков же процесс приготовления этого прекрасного окорока. Сначала окорок охлаждают в течение суток при температуре 2 градуса. Затем его начинают солить. Процесс соления происходит в два этапа. Первый этап это то, что его обмазывают солью вручную, чтобы она лучше распределилась. Первый этап длится неделю, после чего соль удаляют, солят заново морской солью и отправляют досаливаться еще на две недели. Третий этап заключается в отдыхе свинины и длится он примерно 100 дней. После чего солью удаляют остатки соли, срезают лишние ненужные куски и отправляют сушиться на два месяца при температуре 14 градусов. После сушки продукт обрабатывают специальным составом, который состоит из свиного кишечника и жира, как бы это странно ни звучало, и отправляют дозревать уже в течение 100 дней. И окорок созревает в специальном подвальном помещении с узкими прямоугольными окнами, что и позволяет равномерное распределение воздуха. И соответственно здесь стоит еще отметить, в чем отличие хамона, испанского собрата этого окорока, от пармы. Парма она влажнее, она жирнее и она мягче. То есть хамон, например, может очень долго храниться не в холодильнике, пармская ветчина наоборот лучше хранится в холодильнике. Ее уникальность заключается в том, что это очень полезный белковый продукт, там очень много витаминов, и поэтому даже путешественники с собой, какие-то, я не знаю, альпинисты берут как раз вот такого рода приготовленное мясо. Ну и также, конечно, на вкус ветчины влияет климат, в котором она готовилась, диета свиней, порода свинок, поэтому от хамона она все же отличается. Он посуше, пожестче, ну и так далее. И теперь самое приятное, как же ее кушать. Кушать ее очень просто. Ветчину нарезают тоненькими кусочками, потому что вкус ее намного лучше можно почувствовать, то есть оценить вкус, чем в толстых кусках. Можно кушать так с вином, можно кушать с хлебом, то есть эта ветчина в какой-то другой обработке и готовке не нуждается. Очень-очень я люблю кушать ее с дыней, да, и она прекрасно оттеняет сладкий вкус, то есть можно кушать ее с дыней, либо даже с инжиром. История пармской ветчины уходит далеко-далеко на 2000 лет назад, во времена Римской империи. Это уникальный продукт, он полезный, там задержатся витамины. Этот продукт хорош для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, он вкусный сам по себе, поэтому я надеюсь, сегодня будем его кушать. Ну, мы кушали его уже на завтрак, естественно, в Парму по-другому не бывает. Так что все сюда, в Парму, естественно, с желаками, с вечинкой. До встречи! Парму по-другому не бывает.